В эфире программа Beauty Time В апреле месяце исполняется 101 год со дня рождения личного модельера Жаклин Кеннеди Олега Кассини. Русский след в американской моде сегодня в нашей истории. Модные истории представляет салон тканей Тесура. Олег Кассини родился в семье русского аристократа. Его отец граф Александр Лаевский был дипломатом, мать итальянка также происходила из известной дипломатической семьи. После революции родители переехали в Италию, где позже будущий модельер учился во Флорентийской академии изящных искусств. С одной стороны он хотел стать дипломатом, но с другой финансовые проблемы в семье вынудили его пойти по стопам своей матери, которая работала дизайнером шляп в салоне графини Фабрикотти. В 1935 году он переезжает в Париж, где устраивается на работу в дом моды Жанна Пату, а через год перебирается в Нью-Йорк и работает помощником дизайнера Джо Копленда. В 1937 году Кассини открывает свой салон в Нью-Йорке, а спустя два года его приглашают на киностудию Парамон Пикчерс в качестве художника по костюмам. Среди фильмов, для которых Кассини создавал костюмы, картина «Шанхайский жест». Исполнительница главной роли, блистательная красавица Джин Тирни стала второй женой модельера. Кассини одевал Веронику Лейк, Мерлин Монро, Джуди Гарланд, Натальи Вуд и других знаменитых актрис. В 40-е годы Кассини принял непростое решение – отказаться от своего титула графа, чтобы стать гражданином США. После были службы в американской армии, участие во Второй мировой войне. После войны Олег Кассини увлекся идеей создания готового платья, продолжая при этом сотрудничать с кино, телевидением и бродвейскими театрами. Однако в начале 60-х его имя внезапно прогремело по всему миру. Благодаря предложению Жаклин Кеннеди стать личным модельером первой леди. Мир моды был удивлен, поскольку никто не ожидал, что столь важная миссия будет доверена интересному, но не топовому модельеру. Но была в его стиле какая-то неподражаемая европейская изысканность, которая нравилась в ту пору американцам. Кассини слал сердцеедом. Он красиво ухаживал и заводил романы с самыми привлекательными женщинами в мире моды и кино. Некоторое время он добивался руки Грайс Келли, но под влиянием родителей кинозвезда расторгла помолвку и предпочла титул принцессы Монако. Олег Кассини продолжал работать до самых последних дней. Секрет своего долголетия и работоспособности он видел в хорошей наследственности, умеренности в еде, увлечении спортом. И самое главное в том, что он никогда не сидел сложа руки, а продолжал действовать каждую минуту своей жизни. Олег Кассини умер 17 марта 2006 года в возрасте 92 лет. До конца жизни он оставался воплощением настоящей мужской элегантности. Элитным тканям достойная фурнитура. Салон Тесура представляет пуговицы Ботанифичи, жемчуг Сваровский, молнии Рири, ручная вышивка Файр Леди и другие составляющие индивидуального стиля. Высокую моду создают детали. Тесура объединяет лучшее. Салон ткани Тесура. Тимирязева, 26. На прошлой неделе Челябинск посетила фэшн-блогер и визажист Елена Крыгина. Какие впечатления остались у челябинцев от модного события, смотрите прямо сейчас. Свою популярность визажист Елена Крыгина получила совсем недавно, запустив видеоблог, в котором она делится своим мастерством мейкапа и косметическими находками. Следующим шагом ее карьеры стали выездные мастер-классы, куда приходят сотни зрительниц, желающих побывать на уроках лично. Я не могу сказать, что я успешный визажист или я успешный профессионал или еще что-то. Мне еще расти и расти, и я еще очень много чего не умею. Я просто очень охотно делюсь опытом. Мне всегда самой и на данном этапе интересно узнавать что-то новое, постоянно расти. И в этом, наверное, и закон. Когда ты не останавливаешься, когда ты не признаешь себя, да, я суперзвезда, я классный и все, ты не стоишь на месте. Ты двигаешься дальше, ты развиваешься, ты профессионально становишься круче, и ты, собственно говоря, дальше у тебя, ну, то есть успех за успехом. Обычно это так. Ну, на примере своих друзей я могу сказать, что это точно работает. Просто труд. Труд, труд, труд. Первое, что рассказал нам Гоша Карцик, гастрольный менеджер Лены, это то, что у них очень много гастролей, что им приходится очень много путешествовать, спать по пять часов. Но они как целеустремленные люди не обращают на это внимания. Это лично меня очень вдохновило, потому что я в последнее время тоже спали по пять часов и подумала, ну, значит, не одна я такая-то. На своем мастер-классе Елена Крыгина рассказала о всех тонкостях модного и по-настоящему удачного макияжа. Что примечательно, в зале нашлось немало коллег Елены, причем не менее опытных и успешных. Наверное, на мастер-классах ищешь еще тот момент, что понимание того, в правильном направлении ты двигаешься или нет, да, при работе со своими клиентами. Вот на этом мастер-классе я подчеркнул очень много моментов, схожих со своей работой, прежде всего. Поэтому это меня сильно порадовало. Зрители отметили легкость и безграничное обаяние автора семинара. Макияж получился не только весенним актуальным, но и во всех смыслах позитивным. Само настроение, которое создает Елена Крыгина, оно очень такое позитивное. Оно дает новую энергию для того, чтобы развиваться, чтобы что-то искать для себя новое. Ну и, конечно же, информация о том, как правильно наносить макияж, последние тенденции, это очень важно. В мире большого предложения на рынке она способна выделить реально хорошие, качественные вещи, которые многим подойдут. Вот мне это удобно. Чем самой рыться в большом количестве литературы и предложений, да, я лучше послушаю Елену, где она скажет, берите это, и это здорово, либо это, это тоже неплохо. Я смотрю ее блоги, да, все ее уроки, пересматриваю. У меня даже ребенок 6 лет, девочки, она тоже с удовольствием, давай посмотрим, как надо краситься. Даже муж у меня смотрит. Ну что, муж профессиональный фотограф, и он тоже с удовольствием какие-то фишки для себя узнает. Обаятельная блондинка находит общий язык практически с каждым. И, несмотря на скорый рейс, свой автограф и срочный снимок в Инстаграм раздала каждому из желающих. Наверное, это и делает ее такой успешной и популярной. Диплекс Диплекс. Галерея красивых судеб. Телефон 211-23-23. Молодость – это мечта каждой женщины. И она может осуществиться. Косметика Геолайф от создателей биокожи. Останови время. Официальный представитель в Челябинске – компания «Вазомет». Телефон 282-32-99. Торговых комплексов много. Миртрк.ру 1. Этой весной на 31-м каникулы. Стильные, живые, захватывающие и просто веселые. Этой весной на 31-м – очень модное путешествие в Китай. Несмотря на то, что минусовые температуры пока еще преследуют нас этой весной, душе хочется легкости. Ее можно создать с помощью декоративной косметики. Из чего состоит весеннее настроение, узнала Ирина Ахмедшина. Тусклый цвет лица, потери эластичности, шелушения – типичное состояние кожи лица после зимы. Чтобы восстановить красоту и свежесть, поможет профессиональная работа косметолога, домашний уход и правильно подобранная декоративная косметика. Мы берем тональную основу, устойчивую. Во-первых, потому что она очень долго держится. Во-вторых, очень хорошо скрывает. И еще сейчас у нас весна, начинается активное солнце, поэтому тональная основа – это просто защита для нашей кожи. Сейчас мы немножко корректируем тенечки под глазами. Во-первых, тоненьким слоем. Во-вторых, мы прихлопываем, чтобы не растягивать кожу. Она у нас вокруг глаз очень нежная. Корректируем овал лица. Палитра пудры очень большая, поэтому для коррекции обыкновенная пудра просто темного цвета. Основа дневного макияжа – быстрота исполнения, отсутствие резких переходов. Поэтому, если профессиональные визажисты могут смешивать оттенки, то для пудового использования нужны особенные текстуры, которые легко наносить. В минеральной декоративной косметике я хочу выделить один замечательный продукт – это румяна. Они хороши тем, что отличаются от тальковых румян, наносятся очень естественно на кожу, без каких-то линий, четких контуров. В минеральных румянах добавлены натуральные пигменты, минеральные, которые дают естественный оттенок на коже нашего лица. Минеральными румянах может пользоваться любая женщина, даже не профессионал. И очень красиво, естественно, нанести в любом количестве на кожу лица, и никогда не будет резкого контраста. При неярком макияже выделить густые брови можно слегка подсветлив их основание. Дневной макияж отличается от вечернего тем, что в нем присутствуют все-таки более нежные тона. В данном случае делаем светло-бежевую внутреннюю часть глаза. Чтобы убрать эффект нависшего века, мы используем более темный цвет, называется флинт. Убирает наплывшее веко. Круглая кисточка для того, чтобы растушевать очень хорошо, чтобы это не так было заметно. Во-первых, во-вторых, косметика же минеральная, и минералы цепляются очень хорошо с собой, когда мы именно круговыми движениями наносим. А сейчас мы возьмем уже более темные тени, чтобы просто подчеркнуть угол глаза. Тени с эффектом хайлакера мы наносим на глазки для того, чтобы макияж не был такой уж однообразный, скучный. Сейчас мы делаем уже окончательный штрих, делаем цветные стрелки. Чем удобно нанесение влажным способом стрелки? Тем, что она, во-первых, не сыпется, как, допустим, в тени, и можно более четко ее нанести. Акцент на губах, как правило, бывает в вечернем макияже. В дневном варианте обычно используются нейтральные оттенки помады. Для губ мы используем натуральный карандаш с эффектом татуажа, для того, чтобы контур губ у нас держался в течение всего дня. Для губ мы используем помаду устойчивую, помада блеск, цвета чайной розы. Закрепит и продлит наш макияж в течение всего дня минеральная финишная пудра. Мы с вами закончили макияж, выровняли тон, подчеркнули глаза, губы. Дневной макияж закончен. В заботе о коже весной важен не только правильный уход, но и витамины, полноценный сон и хорошее настроение. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь интересной. Смотрите далее в выпуске. Вопросами развития своих способностей и талантов люди задаются в любом возрасте. Проект «Стиляги» в течение трех месяцев в активном режиме мастер-классов и занятий по формированию имиджа помог участницам открыть новые и ранее своей личности. Удача вообще проекта, то есть помоя человеку найти свою изюминку. Потому что вот чем раньше женщина начинает о себе думать, то есть убирать какие-то свои зажимы, да, тем проще ей по жизни. У нас участницы возраст от 11 до 40 лет. Скажем, набрали мозаику, наверное, каких-то инструментов, чтобы каждый потом что-то свое добавил. Потому что у нас была и школа вокала, занимались йогой, были в лесу, валялись там в снегу, да, покатались на машинах. И каждый может что-то потом отсюда взять. Это такая начальная ступень для того, чтобы дальше поступательно идти вперед. Поверить в себя, да, это самое главное для того, чтобы что-то делать. Без веры нереально. Именно этому здесь учат. Развить в себе искусство самопрезентации – одна из важных задач имиджмейкинга. Участницы этого проекта также продемонстрировали зрителям и жюри навыки публичных выступлений. То, что мы сегодня увидели, это просто шедевры. Потому что детки, которые три месяца назад пришли, они были все зажатые. Они ни говорить не могли, ни смотреть не могли. Конечно, три месяца – это очень мало, да. Но это такой большой толчок, и они уже начинают задумываться, что красиво, что хорошо и стильно. Ну, неописуемые чувства, конечно, потому что на сцене я не стояла уже очень давно. Ой, самое ценное преодоление своего страха, наверное, публичного выступления. Я думаю, что для меня это было главной моей победой именно в этом проекте. Очень много в себе раскрыто того, что я даже про себя и не знала. Умение владеть собой, страх выступать перед публикой большой. Планы. Я хочу развивать свой бизнес, который у меня маленький мой бизнес, хобби – это создание красивой бижутерии. Я хочу двигаться в этом направлении. В соответствии внешнего облика внутреннего мира также важно для достижения успеха. А потому жюри конкурса оценивала и внешний вид участниц. Ну, я узнала более-менее о моде, с чем, что надо носить, как цвета сочетать, что добавлять можно в образ. В завершении этого необычного экзамена члены жюри назвали самую успешную ученицу, победительницу конкурса. Впрочем, проигрышей тоже никто не остался, поскольку каждая из участниц проекта «Стиляги» открыла для себя что-то новое. Это Бьюти Тайм. Далее о выпуске – самые сильные моменты фестиваля моды «Платья города» в нашем видеообзоре. Любимое шоу всех, кто неравнодушен к дизайну одежды и от кутюр – фестиваль «Платья города» традиционно открыл модный весенний сезон. Сотни нарядов, новые имена, талантливые художники. Открытие фестивалей в этом году было возложено на VIP-дефиле, участниками которого стали известны люди города Челябинска – политики, бизнесмены, спортсмены, деятели искусства и культуры. Какая атмосфера царит? Я хочу сказать, что все волнуются. Все волнуются, я тоже волнуюсь. Обычно я работаю в разговорном жанре, да, ведущий. А тут непривычная для меня атмосфера и для многих здесь выступающих вместе со мной. Мы подбирали этот наряд вместе с моей коллегой. Я считаю, образ был подобран правильный, хулиганский, как мы это и хотели. Прическа, я думаю, тоже соответствует этому костюму. В трех словах описать VIP-дефиле можно так. Показать наших VIP-дефилирующих в необычной форме. В необычном образе. Ну все, мне пора бежать. Каждый наряд участника создан в тандеме с дизайнером или стилистом. Многие из участников не в первый раз на подиуме фестиваля. Что говорит о том, что идея перевоплотиться одежде, как и профессии, приятна многим. В жизни так много серьезного и так мало места для хулиганства. А похулиганить очень хочется. Я расцениваю это как небольшое такое хулиганство. Это не совсем для меня, скажем, характерный облик. Мне больше присущ деловой стиль. Но Марина сказала, что она меня видит вот в стиле женщины вам. Ну хорошо, поиграем вам. Я участвую второй раз уже. Мне очень нравится платье города, потому что это мероприятие дает нам ощущение праздника. Непосредственное участие в нем, ну в качестве VIP-дефиле. Праздник вдвойне. Конечно, работа у меня немножко другого характера. Не столь романтичная, роскошная. Но, в принципе, да. То, что создал дизайнер, я тоже участвую в работе с ним. Я это могу применить для себя. Гардировки, то есть такие вещи на вечер позволить. Это лишь четвертая часть фестиваля платья города. О дизайнерских победах и неконкурсных работах совсем скоро. Компания «Фрэш Фэйс» представляет инновационную минеральную декоративную косметику «Фрэш Минералс». «Фрэш Минералс» – многообразие оттенков, ощущения легкости и свежести лица. Пробный макияж и подбор косметики «Фрэш Минералс» в салонах нашего города. Телефон для справок – 215-33-77. Салон красоты приглашает на работу парикмахера и мастера ногтевого сервиса. Телефон – 266-10-98. Торговых комплексов много. Миртрк.ру – один. И снова очень модное путешествие. Нас с вами ждет старинное, мистическое, захватывающее, динамичное и еще неизведанное Чехия. Очень модное путешествие. Смотрите «Очень модное путешествие» в апреле на 31-м канале. На этом все выпуски «Бьюти Тайм». Смотрите на сайте 31-тв.ру. До встречи. Стилисты проекта «Модный дом. Я», имидж-студия Елены Ивановой, дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова